В Чебоксарах идет дезинфекция, санитарную обработку регулярно проводят в местах общего пользования, обрабатывают остановки, подземные переходы, подъезды. Качество работ проверяют специалисты госжилинспекции. Чисто все убрано, сразу видно, что управляющая компания здесь дезинфекцию провела. Чистотой и порядком более 25 лет в этом подъезде заведует Роза Сидорова. С недавнего времени работы у нее прибавилось. Теперь в ежедневные обязанности входит не только влажная уборка, но и санитарная обработка. Мы стараемся делать, чтобы людям не мешать. Рано с утра делаем и вечером, потому что сейчас народ не ходит, все сидят дома. Вот эту санитарную обработку каждый день, кроме воскресенья, делаем. Жильцы говорят, спасибо, молодцы, говорит. Специальным антибактериальным средством обрабатывают ручки входных дверей, лестничные поручни и кнопки лифтов. Регулярность и качество проводимых управляющими организациями работ сейчас на особом контроле. Нужно составить график, который будет висеть в свободном доступе для всех жильцов подъезда. Так они смогут контролировать качество произведенных работ и спрашивать с управляющей компанией, если уборка производится не по графику. Поступают обращения граждан, они поступают как и письменные обращения, так и поступают звонки. Всего за период у нас поступило 68 таких обращений. Но в основном жильцы обращаются, что управляющими компаниями такие работы не проводятся. Такие обращения у нас имеют первоочередной характер. У нас были и плановые выходы, когда мы в рамках взаимодействия с администрацией Горчебоксары, например, мы по московскому району в период с 1 апреля по 3 апреля прошли 142 многоквартирных дома. В тех домах, из которых поступают сигналы о некачественной дезинфекции подъездов, либо о ее отсутствии, проводят дополнительные осмотры. Более 900 многоквартирных домов и 600 детских площадок обследованы специалистами с начала режима дезинфекции. Проверку удалось пройти не всем. Недочеты и недостатки, которые выявлены в ходе обследования территорий многоквартирных домов, нами направлены в прокуратуру города Чебоксары для дальнейшего принятия мер реагирования. Поэтому призываем жителей города Чебоксары все-таки соблюдать все требования, не посвящать детские площадки, не срывать сигнальные ленты и ответственно все-таки подойти к вопросам самоизоляции. Параллельно дезинфекции проводятся по всем центральным магистралям, остановочным павильонам и подземным переходам. К слову, только в Чебоксарах 402 остановки и 8 подземных переходов. Бригады рабочих в защитных костюмах ежедневно распыляют специальные смеси. Задействованы и поливальные машины. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Валерий Резюков, Республика.